Как часто в теплое время года мы задумываемся о подготовке к осени и зиме. Редко. А ведь именно в мае и летом природа сама дает нам массу полезного. Овощи, фрукты, ягоды, солнце и многое другое. Врачи подчеркивают, что лето – самое лучшее время года для укрепления иммунной системы, начала закаливания и витаминотерапии. Так давайте же не упускать такой возможности. 10 важных дел для укрепления здоровья летом. 1. Собрать и съесть 5 стаканов земляники. Богатая витамином С и микроэлементами земляника, укрепляет защитные силы организма и защищает его от вирусных атак. Особо полезна земляника при заболеваниях почек. 2. Покататься верхом на лошади. Катание на лошади способствует снятию стресса и очень полезно для нервной системы. Ипотерапия, так называется лечение посредством общения человека с лошадью, даже используется для исцеления детей с церебральным параличом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 3. Принять солнечную ванну. Пребывание на солнце в утреннее и вечернее, после 5-6 вечера. Часы полезны для кожи, стимулируют выработку витамина D и укрепляют защитные силы организма. 4. Покататься на роликовых коньках. Катание на роликовых коньках на свежем воздухе насыщает организм кислородом, тренирует вестибулярный аппарат, улучшает ориентацию в пространстве. Только будьте осторожны и не пренебрегайте защитной амуницией, шлем на коленнике и так далее. 5. Походить босиком по траве. В области стоп располагается очень много активных точек, поэтому прогулки босиком обеспечивают естественный массаж, активизируют работу органов и систем, укрепляют защитные силы организма. 6. Придумать новый рецепт свежевыжатого сока. Свежие, не содержащие консервантов и не прошедшие тепловую обработку соки насыщают организм множеством витаминов и микроэлементов, что способствует укреплению организма. 7. Совершать длительные пешеходные прогулки. Длительные пешеходные прогулки, 5-7 километров или 10 тысяч шагов, рекомендуется всем, в том числе пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они тренируют сердце, закаливают и улучшают обменные процессы. 8. Покататься на велосипеде. Велосипедные прогулки на свежем воздухе укрепляют сердечную мышцу, способствуют восстановлению защитных сил организма. 9. Поплавать в открытом водоеме. Плавание очень полезно для позвоночника, органов дыхания, улучшает микроциркуляцию крови и оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Кроме того, вода на границе с воздухом образует ионы, восстанавливающие и укрепляющие организм. 10. Сходить в поход. 10. Длительные походы способствуют снятию стресса и обогащению организма кислородом. 11. Но даже выполнив все эти дела, не забывайте прислушиваться к своему здоровью, а при необходимости используйте безопасные и эффективные лекарственные средства, например, оциллококцином при первых признаках простуды, стадолят кашля, гомеострез при нервных ситуациях. 12. В отпуск со своей аптечкой. 13. Летом мы часто куда-то уезжаем, в отпуск в далекие места, на дачу. 14. Для многих путешествие означает предвкушение. 15. Предвкушение новых впечатлений и встреч эмоций. 16. Собираясь в дорогу, мы берем с собой многое, но далеко не все уделяют внимание самому важному элементу своего багажа – дорожной аптечке. 16. Какие болезни грозят отпускникам, по данным специалистов, один разнообразный лор заболевания – фаренгит-тензелит. 17. Два ОРВИ – кондиционеры самолетов дают о себе знать уже после 3-4 часов перелета. 18. Три солнечные ожоги. Не менее часто люди сталкиваются с укачиванием, причем во всех видах транспорта. 19. Четыре экзотический отдых почти не обходятся без желудочных проблем и отравлений, непривычная еда и банально грязные руки. 20. Дыхательное упражнение, полезное для всех. 20. Цель – воздушный массаж носовой раковины полезен как для очищения носовых пазух от слизи, так и в профилактических целях. 21. Упражнение улучшает микроциркуляцию крови, уменьшает головную боль. 22. Как делать? 23. Указательный палец правой руки кладем на место между бровями. 24. Большим пальцем левой руки закрываем правую ноздрю и делаем резкий вдох. 25. Затем указательным пальцем левой руки закрываем левую ноздрю и делаем резкий выдох правой ноздрёй. 26. Затем упражнение повторить с точностью до наоборот. 27. Резко вдыхаем сначала правой ноздрю, а затем левой. 28. Как часто? 29. Во время болезни рекомендуется делать комплекс упражнений из 5-7 вдохов и выдохов каждые 2 часа. 29. В качестве профилактики 1 раз в день. 30. Памятка для тех, кто едет отдыхать за границу. 30. Какие сложности ждут вас в путешествии, если вы не позаботились об аптечке до отъезда? 31. Продажи по рецепту многих лекарств, находящихся в России в безрецептурном отпуске. 31. Другое – торговое наименование у лекарства, которое вы привыкли покупать в России. 32. Разница в цене. Незнание иностранного языка вами или фармацевтам, что положить в дорожную аптечку. 33. Средства от простуды. 34. Летние эпидемии ОРВИ всегда были исключением. 35. Но в условиях мегаполиса они стали встречаться всё чаще и чаще из-за искусственного понижения температуры помещений с помощью кондиционеров. 35. Поэтому в лексиконе современного человека прочно закрепились понятия офисная эпидемия и акклиматизация. 36. Если вы планируете деловую поездку на самолёте или поезде, путешествие в жаркую страну, где вы будете укрываться от зноя в кафе или пользоваться кондиционером в гостиничном номере, то стоит позаботиться о противопростудных лекарствах. 37. Брать в дорогу лучше всего известные безопасные средства с доказанной эффективностью. 38. В аптечку – оцилококцинум, оксалиновая мась. Обезболивающие и жаропонижающие. 39. Постарайтесь воздержаться от поездок в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а в поездке по Европе и другим относительно безопасным странам обязательно возьмите с собой жаропонижающие и болеутоляющие средства. 40. Даже если отпуск пройдёт без неожиданностей, будет гораздо спокойнее, если они будут под рукой. 41. В аптечку – парацетамол, нурофен или ибуфен, парафен. 41. Средства от насморка. Насморк – частое явление на морских курортах. 42. Если на экскурсиях насморк будет всего лишь раздражать и заставлять отвлекаться от просмотра достопримечательностей, то в самолёте может привести к самым серьёзным последствиям. 43. Резкие перепады давления при насморке могут повредить ушную мембрану, вызвать бараотит – серьёзное травматическое заболевание среднего уха. 44. Если пользоваться каплями в дороге не очень удобно, попробуйте таблетки от насморка. 45. В сочетании со средствами для орошения полости носа, на основе морской воды таблетки позволят бережно устранить насморк. 46. В аптечку – бумажные носовые платки, таблетки от насморка корризалия, аквалор. 47. Средства от аллергии. Если насморк обильный и жидкий, а других симптомов простуды не наблюдается, скорее всего реакция носит аллергический характер. 48. Смена климата, незнакомые животные и непривычные растения могут оказаться аллергенами. 49. Добавьте в свою аптечку привычные лекарства от аллергии. 49. Старайтесь избегать экзотических блюд. 50. В аптечку – эреус или кларитин, супрастин. 51. Средства наружного применения. 52. Несмотря на все советы специалистов, избегать воздействия прямых солнечных лучей в обеденное время, не ходить в походы без противомоскитных средств и не экспериментировать с опасными транспортными средствами, без мелких, но досадных травм, не обходятся практически ни одни каникулы. 52. Найти на месте отдыха зеленку и мазь для лечения ушибов, царапин, солнечных ожогов и укусов насекомых несложно, но стоит ли тратить на это время? 53. В аптечку – карандаш зеленки, бинты, бактерицидные салфетки, антисептик, вата, кровоостанавливающая губка, мастикодерма – помогает от ушибов, порезов, укусов, ожогов. 54. Средства от укачивания. Если вас укачивает, в транспорте лучше сидеть впереди, лицом по направлению движения. 55. Однако этого не всегда достаточно. Поэтому имейте под рукой удобное и эффективное средство от укачивания. 55. В аптечку – кокулин. Средство для лечения желудочно-кишечного тракта. 56. Никогда не ешьте в уличных забегаловках, избегайте экзотической пищи с неизвестными ингредиентами, риск отравления и возникновения проблем желудочно-кишечного тракта очень высок. 56. Обязательно запаситесь лекарствами, которые помогут очистить организм, восстановить электролитный баланс, а также теми, которые помогут восстановить кишечную флору. 57. И помните, вдали от дома наш желудок не всегда может справиться с непривычной для нас пищей, даже если она безопасна для местного населения. 57. В аптечку – активированный уголь или энтеросгель, лактофильтрум – для очищения организма от токсинов, смекта от диареи, регидрон – для восстановления электролитного баланса, линикс – для восстановления флоры, фистал или мезим – для улучшения переваривания пищи. 58. Средства по рецепту врача. Убедитесь, что вы взяли в путешествие достаточное количество выписанных врачом и регулярно принимаемых препаратов, препараты для лечения хронических заболеваний. 59. Ставьте лайки. Благодарю за просмотр видео. Пишите комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok